Вот мы сейчас первое создаем, значит, салон движения технологии по другим направлениям. Соответственно, повторяю еще один вопрос. В Беларуси у нас будет 22-23 технологии, городская, Северска-Зна и Грузовая. Либо, вот Северска-Зна это будет на Сибири, где я знаю, как востоке, а городская и, соответственно, Грузовая это в Беларуси. У нас небольшой ядр, километр. Вот как тут, Андрей? Ну да, давайте я тогда буквально в двух словах на этот вопрос отвечу. Во-первых, могу сказать, что все, что связано с испытанием технологии работы, то это все-таки вопросы конструкторского бюро. И как раз Анатолий Дович Юницкий сейчас ввел такую практику, проводит вебинары и показывает работу конструкторских бюро, как это работает. Вот в прошлый четверг было, в этот четверг будет следующая серия. Если говорить о нашем сегодня позиционировании и как мы сегодня видим именно как крупного инвестора, потому что Skyway Invest Group это крупный инвестор в технологию. Мы создаем краудинвестинговую систему и мы инвестируем в проект. Так вот, наша задача сейчас, чтобы технология работала и на полигоне, который сегодня строится в Минске, там будут все три технологии продемонстрированы. И грузовая, и городская, и первая, потому что, чтобы сделать высокоскоростной, нужны участки 100 километров длиной. Там то, что будет сделано первый участок, это только начало, то есть первая часть. А дальше уже мы, как Skyway Invest Group, мы являемся заказчиками именно конкретных адресных проектов. И мы уже у конструкторского бюро заказываем первые опытные трассы там, где они будут эксплуатироваться. Это несколько разная вещь. Сегодня в Минске создается та вещь, которая будет демонстрировать и привлекать заказчиков для получения новых заказов на строительство технологий. А мы как раз уже будем те, кто привлекая заказчики и запуская конкретные адресные проекты, строить технологии уже непосредственно в тех бизнесах, которые будут давать капитализацию. Поэтому здесь мы абсолютные партнеры. И я бы сказал, мы сегодня являемся заказчиками для конструкторского бюро по ряду направлений. А все три направления будут строиться здесь на полигоне, да, в Минске. Как можно поучаствовать в проекте, не только деньгами, но и своей помощью? Строится как-то, как группа, поработать, покопать, то есть именно откроется в КП, поработать. Как вы здесь? Ну, на первом этапе, конечно, очень сложно об этом говорить, потому что все-таки конструкторское бюро и полигон, которые есть, это закрытое научное предприятие. Потому что так как основная ценность там является ноу-хау, то сегодня показывать их можно только очень ограниченному небольшому количеству людей. Вот, поэтому сегодня, конечно, количество людей востребованных очень небольшое. Это очень узкая группа специалистов. А вот то, что дальше мы будем делать, непосредственно реализации конкретных адресных проектов, это то, что начнется буквально уже с середины конца этого года. Вот там, да, там будет привлекаться, и там будет возможность для участия большого количества людей. И мы готовим сейчас целый банк вопрос, связанных с теми специальностями, с теми людьми, которые нам будут нужны в ближайшее время. И, соответственно, естественно, мы через наших партнеров, через нашу сеть будем искать и привлекать людей в первую очередь, которые являются нашими партнерами и акционерами. Ну, еще раз скажу, что это вопрос все-таки где-то с середины конца этого года. Еще вопрос только по поводу вот этого города чудесного, да, которого будет самое главное в нашем проекте, выбирайте себе, да. Все-таки я, как я, это заявление написал, да, вот это правило, оно же не будет, наверное, рассматриваться в всех заявлениях, которые будут первые 20 тысяч середины, я так предполагаю, правильно? Вот, а надо будет где-то там немножко обоенном предпустили, правильно? Ну, да. Смотрите, какой вопрос. На сегодняшний момент такая возможность предоставляется пока только для жителей, для граждан Российской Федерации. Для граждан Белоруссии этот вопрос в законе написано, что он распространяется, но механизма пока нет. Я думаю, что мы вот с Андреем как раз в течение месяца марсового полутора, мы работаем механизм таким образом получать и становиться именно держателями этого гектара земли. Потому что пока он за вами будет только закрепляться, а не передаваться в собственную. Дальше по закону сказано таким образом, что если в течение пяти лет на этой земле вы начинаете вести экономическую деятельность, то эта земля переоформляется вам в собственность. И вот как раз задача наша, именно как Skyway Invest Group, именно как потребительское общество Евразии, которое мы создаем, это первое, начать проектировать этот город, это уже экономическая деятельность. Второе, это строительство первых трасс для того, чтобы сделать транспортную инфраструктуру. И третье, это строительство собственно самих вот этих городов, вот этого линейного города и домов для того, чтобы уже использовать его по прямому назначению. И как только мы это начнем делать, соответственно, сразу же те, кто сначала подал заявку и оформил на себя как держателя этой земли, она будет переоформляться в собственность. То есть только вот такой алгоритм. То есть здесь вопрос такой, что если мы с вами вместе, первое, спроектируем, потом построим первый участок, а потом построим опытный участок, вот только в этом случае вся эта земля перейдет нам с вами в собственность. Если мы этого не сделаем, то земля в собственность не перейдет. Поскольку мы, значит, оба государства являемся союзом государственной, находимся, да? И может быть, это будет больше решить этот вопрос именно для Белорусска. Вот, правильно? Да, именно, правильно. Здесь я могу сказать, что давайте мы сейчас скажем пока свою позицию. Сказать проще, не проще. С точки зрения здравого смысла, конечно, да. Для Беларуси решать намного проще, чем вот у нас сейчас очень многие спрашивают с Украины. Я могу сказать, что для Украины сейчас решать сложнее, чем для Беларуси. Но с точки зрения нашего подхода, именно как директоров компании, которая выступила инициатором этого проекта, то мы вообще считаем, что каждый желающий, неважно где он проживает, гражданином какой страны он является, если он заявляется, поддерживает цели и задачи потребительского общества и строительства этого города, он должен получать там землю. Но юридически и законодательно это пока сделать нельзя. Поэтому мы на себя сейчас берем какую ответственность? Что в рамках российского законодательства мы пока гарантируем, что всю землю получат те, кто заявился из Российской Федерации. Второй момент. Мы сделаем все для того, чтобы из Беларуси тот, кто является членом Евразийского Союза, получил эту землю. А следующий момент. Как только нас будет больше 100 тысяч человек и мы будем обладать уже законодательной инициативой, то мы будем пробивать законы для того, чтобы эту землю могли получать все желающие, которые хотят участвовать в этом проекте. Поэтому это у нас такой трехэтапный момент. Пока мы сейчас оформляем только землю для тех, кто живет в Российской Федерации. И начинаем ставить вопрос для тех, кто живет в Беларуси. Ну, Беларуси и сейчас Казахстана, потому что это тоже единое экономическое пространство. Но сказать, что мы этот вопрос решим в месяц или два, это было бы несколько преждевременно, это было бы, ну скажем так, иллюзия. Естественно, что, как вы понимаете, когда мы затеяли этот вопрос, я общался с представителями администрации президента, с представителями, у нас есть министерство по Дальнему Востоку, вот, я спросил, сколько у вас уже заявок на эту землю, ну, которая была месяц назад. Ну, я могу сказать, что это было там порядка, там, десяти, там, он говорит, двадцати заявок со всей страны. Представляете? Так вот, мы за этот месяц только через свою систему получили, ну, от Андрея сейчас может меня подкорректировать, но вот на последний момент, по-моему, больше пяти тысяч заявок, да, Андрей? Сколько у нас вот на вчерашний момент, я просто на оперативке не был вчера, потому что был на съезде Общество знаний. Сколько у нас на вчерашний момент заявок уже пришло? Сейчас посмотрю, Сергей, скажу. Ну, вот на пятницу у нас там было уже что-то к пяти тысячам приближалось, да? Вот на пятницу. Сейчас гляну. Да, да, да. Вот, то есть вопрос о том, что мы нисколько не сомневаемся, что к концу этого месяца, когда будем проводить апрельский форум, у нас будет больше десяти тысяч заявок на получение этой земли. Это ту планку, которую мы минимальную за себя ставили. Сейчас обработать и механизмы, которые позволят такому количеству людей сейчас выделить землю, где они просят, пока не существует. Понимаете, да, о чем речь? И нам надо сейчас совместно с Росреестром и совместно с Министерством по Дальнему Востоку сначала придумать этот механизм, потом его внедрить, а потом дать каждому из наших участников эту землю. Понимаете, да, какую задачу? Естественно, что чиновники не будут впереди собственного визга завтра бежать и нам помогать. Но у нас есть механизм, есть инструмент, как мы их будем толкать и как мы этот вопрос будем решать. И что я могу сказать, в чем есть уверенность стопроцентная? Что есть поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, есть поручение представителя президента в Дальневосточном округе Трутнева о том, чтобы эта земля была выделена. И поэтому мы сейчас имеем свой актив, как инициатор этого проекта. Мы имеем распоряжение первых лиц выделить эту землю и имеем тех людей, которые хотят ее получить. И с другой стороны, как вы понимаете, мы имеем огромное количество чиновников, которые не хотят это исполнять. Это понятно, да, эта закономерность? Но я считаю, что общим принципом и общими действиями мы это обязательно решим. А вот сколько на это уйдет времени, месяц, два или полгода, вот этого я сказать не могу. Это зависит абсолютно не от нас. Скажу по земле, значит 3295 заявок, в среднем у каждого три человека семья, у кого-то там пять, у кого-то один внутри человека. Это получается 3295 умножить на три. То есть мы уже сейчас можем 10 тысяч гектаров, заявленные, из которых 70% россияне и половина людей готовы переехать уже туда. И если нужны какие-то помощь, да, вот мы почему спрашивали, чем вы там можете помочь, да, именно там. То уже есть это. А это уже серьезный момент, потому что мы будем готовить, и сейчас у нас подходит к нам группа, они и есть нашими активными, скажем так, инвесторами, акционерами, но пока мы не могли найти им применение. Они говорят, ребят, вот чем помочь вам? Вот сейчас возник вопрос, что сейчас мы будем заниматься этим линейным городом Евразии. Первые 100 километров, это скорее всего будет Дальний Восток и Приморский край, именно по морю там мы берем сейчас такой участок, я думаю, мы его будем выбивать. И есть люди, которые уже занимались подобными вещами 4 года назад под Санкт-Петербургом. То есть все, приходит штат людей, которые уже знают, что делать, кому что писать, как сосредотачивать письмо, чем в городе должны заниматься. И самое интересное, человек, который этим занимается, мы сейчас будем активно это все нам помогать делать, ну и человек, который был в Сталине, если мне что-то, понятно, в будущем, и там будет кластерная система у нас, не так, что сразу на 100 тысяч, а кластерная мы берем по километру, допустим, да. Вот 100 километров, это 100 кластеров будет, да. В одном кластере, я предполагаю, где-то будет 10 на 20, ну где-то 200-300, ну максимум до 500 семей жить, да, в одном кластере. Может быть чуть меньше, может от 100 семей, то есть один кластер 100 семей, да. И в основе, конечно же, мы берем именно родовые поместья, но мы будем заходить не с родовыми поместьями, а именно как город, города нового типа, с новым жизнеукладом, с новым экономическим там, ну и так далее. Естественно, с применением новейших технологий, ну это я в своем выступлении говорил, естественно, мы же, если нам придется за свои деньги строить там дорогу, то мы хотим, конечно же, струнную дорогу там строить, а не ту, которая там стоит непонятно сколько, и кто-то в карман себе положит, опять же, большую часть денег. Вот в таком плане. Еще хочу сказать, на следующей неделе уже выходит для наших активистов, кто наши партнеры, участвуют с нами вместе активно, в личном кабинете будет лендинг на землю, то есть рекламная страничка на землю, где вы сможете рассылать всем своим знакомым, всем своим друзьям, люди регистрируются, они сразу же попадают в систему, и мы таким образом сможем, я надеюсь, очень у нас на Дальнем Востоке, из-за того, что мы показали план, на Дальнем Востоке Магадан, там очень активный человек тоже включился, который и депутат, и мы никак не можем поговорить, все переписываемся, но он активно очень пробивает, и когда сказал, что мы будем строить линейные города с инфраструктурой, на уровне местных даже депутатов, предпринимателей, говорит Андрей, так оживились все, что это просто обалдеть, просто землю дать, но это ничего, но мы же предлагаем не просто взять землю, мы предлагаем создать новые инфраструктуры, новое поселение, новый жизнеуклад, это совсем другая, ну скажем, суть, естественно, это большая работа, но опять же, вот в чем классно, наш проект в чем уникальный, к нам приходит огромное количество людей, которые уже специалисты, которые готовы, как они говорят, да нам денег не надо, у нас бизнесы есть, у нас там все идет, я хочу, чтобы это реализовалось, но естественно, мы будем просчитывать экономическую часть, потому что у нас никто не должен бесплатно работать, каждый человек должен за свою работу получать, помните, да, принцип, который мы хотим теоретически, пока, ну, ввести его практически, это от каждого по способности, каждому его полезности, да, чем больше полезности он привнес в эти линейные города, тем больше, естественно, он и должен получить, это должна быть закономерность, а не так, что он ничего не получил, а какой-то дядя Вася пришел и говорит, о, а давайте-ка теперь мне в карман, да, там все, нет, такого не будет. Есть такая российская компания, которая занимается строительством, значит, купленных домов, вы, там у вас на картинках указаны вот эти купленные дома, вот как вот это расценивать, вот эти продвигательные на вот этот вид домов, да, они, получается, очень дешевые и очень эффективные, в плане, бы сказать, строительства и эффективность проживания, Да, да, я могу сказать, что я вообще технологией строительства занимался очень-очень давно и очень серьезно, быстровозводимых домов, всевозможных, и технологию, я могу сказать, что я запускал завод по производству быстровозводимых домов, который был один из самых крупных в мире, вот, и опять же, один из первых чиновников, который приехал экспортировать этот завод был Дмитрий Анатольевич Медведев, вот, это, к слову, можно сказать, и как раз отчасти это потому, что эта технология не пошла потом. Значит, смотрите, что мы сейчас делаем, и вот как раз у нас в рамках нашей группы идет работа. Мы сейчас рассматриваем и привлекаем все технологии, которые могут быть полезны в линейном городе Евразии. Все. И, соответственно, сейчас сказать, что это будет такая или вот такая технология, мы рассматриваем все технологии, которые будут наиболее применимы, наиболее дешевые, наиболее качественные, наиболее вписываться в общую концепцию, те и будут применяться. Однозначно можно сказать, что требование к таким технологиям должна быть стопроцентная экологичность, стопроцентная технологичность, очень низкое энергетическое обеспечение и очень высокая эксплуатация, то есть должно быть очень мало потом затрат при эксплуатации. Я могу сказать, что такие технологии внутри сейчас нашей команды, именно SkyT, небесных технологий, они есть. И в том числе и Юницкий Анатолий Владимирович является автором ряда направлений, то есть связанных с вакуумным стеклом, вакуумным стеклопакетом. И мы сегодня ввели такую концепцию, если говорить про индивидуальное строительство, как мы вводим стандарты, 500 квадратов на молодую семью, то есть семья из двух-трех человек, которые приехали жить в наш SkyGrad Евразия, то минимальный объем жилья, который должен получать, это 500 квадратных метров, это фактически полгектара. Так вот, соответственно, требования к этой технологии должны быть, вот как Андрей сегодня озвучивал, уже он говорил, это меньше 100 долларов за квадратный метр, а реально это должно быть 20, максимум 30 долларов квадратный метр. Это строительство. И потом не более чем 0,5 долларов это эксплуатация в течение месяца. Вот это те требования, которые мы должны давать. И, соответственно, если технология, в том числе и купольная технология, будут соответствовать этим требованиям, то мы будем это рассматривать. Но я могу сказать, что фактически концепция, уже оформленная концепция домов, которые мы будем строить, она уже есть. И она называется концепцией Эдемхаусов. Автор является также Юницкий Анатолий Дарч. И концепция, если в двух словах, заключается в следующем, что это должен быть теплоизоляционный контур, именно 500 квадратных метров внутри с перегородками, а на втором этаже вместо крыши это должен быть участок земли с плодородным слоем, который сразу является и огородом на крыше. Почему это с технологической точки зрения очень важно? Потому что полметра земли слой, который находится на крыше, первое, он зимой утилизирует тепло, зимой, летом утилизирует холод. То есть это некий такой терморегулятор всегда. Второй момент. Это плодородная земля, на которой может расти та продукция, которую потребляет семья для того, чтобы жить там. То есть можно сделать 100% экологичные продукты, которые будут расти у вас прямо на крыше, которую вы сразу будете употреблять. И третье. Это абсолютная экологичность. Потому что потолок, который находится, и земля, которая наверху, это с точки зрения крыши абсолютно благоприятная для человека среда. Вот. Таким образом, вот у нас такой именно концепт Эдемхаусов, как мы назвали, то есть это дом, который сразу является и твоим садом. И, соответственно, это целая теория сельского хозяйства. То есть, опять же, это тоже есть целая группа авторов, в том числе и Анатолий Дарч, Юницкий и профессора ЦМГУ, которые позволяют утверждать, что вот такой участок, который находится над домом, он обеспечит 100% всю семью на весь год необходимыми овощами и продукцией, которая должна расти. Вот. Это наш подход. Вот. Первый по поводу создания производственных мощностей по изготовлению вот этой вот всей микронной структуры. Все из чего состоит ваша новая железная дорога. Ну, давайте так. Она не наша. Начнем с того, что она находится в шестом технологическом укладе. И то, что вы сейчас говорите, я вас отошлю... Если не слышали, то запишите. Есть такой мировой научно-исследовательский центр, называется Маккензи. Вот. Это мировой исследовательский центр, который пользуются результатами исследования, которым пользуются все мировые корпорации, правительства и так далее. Это мировой консалтинговый центр. Вот. Мы с ними очень серьезно работаем, дружим. Так вот, у них в прошлом году, в 2013 году, был мировой отчет о потреблении основных ресурсов на Земле. И они как раз делают основной вывод. Из-за того, что сегодня население Земли, как вы понимаете, порядка 7,5 миллиардов человек. При этом 1 миллиард человек, это те, кто называется золотым миллиардом, с потреблением месячным порядка 3 тысяч долларов в месяц. То есть порядка, там, сколько-то в день. Так вот, и этот золотой миллиард потребляет сегодня 90% всех ресурсов Земли. 90%. Так вот, основной вывод Маккензи, а это не политическая организация, это сугубо технологическая. Они говорят, и их утверждение, что если в ближайшие 10 лет человечество не изменит эту дифференциацию, то есть, а порядка 3 миллиардов человек не выйдет на уровень потребления хотя бы там 200-500 долларов в месяц, то мир ждет очень серьезный катаклизм, в том числе мировая война. Дальше мы говорим, что если мы выводим потребление 3 миллиардов человек, то Маккензи обратным счетом начинает считать, а что же мы сегодня потребляем каждый день, мы с вами. И начинаем считать, сколько понадобится дополнительно металла, цветных металлов, меди, латуни, никеля и так далее. Сколько понадобится редкоземельных металлов, сколько понадобится новых месторождений, угля, железные руды и так далее, и так далее. И дальше они делают вывод, что основные ресурсы, которые сегодня будут востребованы в 10 лет, в ближайшие 10 лет, они находятся труднодоступны к сегодняшним транспортным технологиям месторождения. Для этого, первое, должна возникнуть новая технология, которая придет в труднодоступные месторождения. И второе, эти месторождения должны быть вовлечены в технологический оборот. Вот чем, собственно, мы с вами и занимаемся. И если вы мою первую часть выступления слышали, то как раз было сказано, что с сегодняшними ресурсами, с сегодняшней технологической базой обеспечить развитие России, а тем более евразийского пространства, невозможно. Нам надо осваивать новые месторождения. Нам надо осваивать месторождение, бахчарское месторождение восточной Сибири, железной руды. Это крупнейшее месторождение в мире. Нам надо осваивать тамторское месторождение цветных металлов. Нам надо осваивать попегайские месторождения. Это все север Якутии и Красноярского края. Туда прийти железной дорогой невозможно. И вы абсолютно правы, для того, чтобы строить миллионы километров этих дорог, надо сначала осваивать новые месторождения. Так вот, вся наша программа, и первое, с чего мы рассматриваем, и адресные проекты, которые мы будем предлагать вам в этом году, то есть первое, мы вам предлагаем сначала получить гектар земли в том городе и участке, который будет, собственно, являться сначала основой испытания, а потом линейным городом. Первое. Второе. Мы вам предложим стать акционерами именно таких компаний, которые будут осваивать основные месторождения. Железные руды, цветных металлов, редкоземельных металлов. Исходя из той логики, которую вы сейчас говорите, что когда будут строиться эти трассы, надо будет металл. И мы вам будем предлагать стать акционерами именно компаний, которые будут добывать, перерабатывать и употреблять этот металл. Ну и третий момент, который мы обязательно с вами будем обсуждать и делать, это, соответственно, по продаже тех ресурсов, которые даст новая экономика. И здесь как раз наше очень необычное движение, что основным ресурсом, который будет давать очень серьезную капитализацию, это будет сибирский холод. Мы в ближайшее время вам предложим всем стать акционерами компаний, которые будут продавать в том числе и сибирский холод. Но это мы будем рассматривать на нашей, наверное, в том числе и московской конференции. Правильно, Андрей? На все вопросы отвечать сегодня не будем. Я хочу сказать с политической точки зрения, почему на Украине такой кавардак происходит. Я, как говорится, родом с Украины, хотя я всегда был русским, но я родом с Донбасса, с Малороссии сегодня. Прожил в Одессе, прожил в Киеве огромное количество времени. И действительно, америкосовские ребята и все, кто там заинтересован, они подцепили очень интересно, потому что центральная часть России, они всегда, даже в советское время, были недовольны Москвой. Здесь только разожгли этот огонь и все хорошо. Но одно не понимают вот эти националистические движения. Ну, естественно, они за американский доллар все воюют. Если сейчас, дай бог, ведется новая валюта евразийская, вот в лице рубля евразийского, то, естественно, Евросоюз начнет сыпаться, как, я не знаю, как карточный домик. И американская экономика начнет сыпаться, как карточный домик. Так вот, вопрос в чем? Если Украина, к примеру, отойдет к Евросоюзу, она будет в попе, как и вся Прибалтика, на задворках Европы. И она будет просто как, будут добывать этот металл, вот Сергей не сказал, но для Украины мы когда проводим вебинар, мы показываем, что благодаря Транснету, благодаря Скайвею, именно Украина может стать лидирующим государством в Европе. Вот за нее они сейчас и борются, потому что там огромные залежи железной руды, там есть заводы, если в России заводы от залежи руды там находятся в тысячи километрах, да, а потом нужно еще куда-то слать, там, две-три тысячи километров. То есть здесь 200-300 километров, да, допустим, в Кривом Роге в Непропетровской области добывают железную руду, здесь же ее перерабатывают, здесь же ее можно строить. Мы сейчас готовим целую программу, у нас сейчас вот ассоциация предпринимателей и производителей, куда мы сейчас входим, именно украинское предприятие, наше Транснет, оно входит сейчас уже, наш сегодня представитель уже общается с этой ассоциацией, с представителем. Нас ждут и Сергея Сибирякова в том числе, где мы будем показывать предпринимателям украинским, что случится с их бизнесами, если они воспринут концепцию Skyway и Транснета. Тогда Украина, ей не нужна будет эта Европа, ей наоборот нужно будет дружить с Россией, потому что редкоземельные металлы находятся огромное количество именно в России, а нужны будут редкоземельные металлы для легирования стали. И тогда вся Европа будет потреблять металл не немецкий, который не будет покупать чушки у Украины, а потом отправлять по всему миру, в том числе и в Украину металл. А тут же в Украине они могут добывать металл, легировать его, делать изделия. Мы сейчас готовим программу, сколько юнибусов может продать, или юнилеты, как они правильно будут потом называться, да, то есть юнибусы, юнилеты, автолеты, да, то есть сколько можно будет производить на наших заводах, на российских, на украинских, на белорусских. Ребята, это миллионы и миллионы штук этих новых автомобилей, да, автолетов так называемых. Эта экономика вырастет и Белоруссии в том числе, и Украины, и России, и Казахстана, ну просто невозможно это определить сегодня цифрами. То есть если я скажу цифру, ну вы просто ее не поймете. Это нужно понимать масштабами, количеством штук. То есть и нас как раз на форуме в Москве мы покажем, ну пока еще не все, потому что мы все вещи не раскрываем, в том числе, потому что, ну хочу вам сказать, за нами смотрят уже и наблюдают очень серьезно, потому что сначала думали, что мы просто говорим, и какая-то пирамида, собираем какие-то деньги, прикрываясь какой-то технологией. А сегодня реально видят, что мы реально делаем реальные шаги. То есть мы не просто говорим, а уже делаем. А когда начнется полевое строительство, и когда начнутся строиться это все, ребят, ну тут каждое наше слово, вот, ну пример приведу. Мы это уже сейчас говорим про то, что, ну есть такой термин, пилотный проект. Это Анатолий Дарвич предложил пилотные проекты, и мы как фонд Skyway Invest Group можем стать вот этим вот таким вот звеном, связующим между крупным капиталом и компанией Анатолия Дарвича Емитского, Skyway. Потому что крупный капитал не хочет вкладывать технологию, он боится, но он говорит, вы мне покажите, и тогда я буду вкладывать. И мы как Skyway Invest Group тогда можем вложить первоначальные небольшие деньги, пойти на риски. Да, риски большие, можно сказать, но для крупного капиталиста мы понимаем, что для нас это не риски, это очень высокодоходная инвестиция. Таким образом и мы продвигаем проект Skyway, но самое главное, самое ценное, дорогие друзья, это в том, что благодаря вот этим вот пилотным проектам, мы можем, скажем, формировать огромные заказы потом в будущем, а заключая правильно договора, то есть к нам сразу же будет крупный капитал идти именно, ну скажем, не к нам, а именно в развитие Skyway и в развитие шестого технологического уклада. Так вот, как только мы это начали прорабатывать, мы начали это делать, и мы уже где-то, наверное, месяца 3-4 об этом говорили, перед Новым годом выходят новости, что производитель Tesla, вот кто владелец автомобиля Tesla, они сейчас тоже делают на 7 милях высокоскоростной путь для того, чтобы показать, и они должны закончить где-то к 2017 году. То есть мы их в любом случае опережаем, но вы видите, нас повторяют, и китайцы в ближайшее время начнут нас повторять. Поэтому то, что вы сказали по поводу металла, заводов, тогда в 30-х годах не было заводов, тогда строились мартеновские печи, тогда строились заводы. Сегодня есть эти заводы, они простаивают, и наша задача не допустить, чтобы их разбомбили, как вот в Украине сейчас, в Луганске, в Донецке бомбят заводы, бомбят все, да, это же, ну, почему это делается? Потому что американцы хотят потом прийти на нулевую, я вначале забыл сказать, да, что у мира есть два направления, два вида, скажем так, два варианта развития событий. Первое, это война, хаос и полное обнуление, как хотят американцы со своей экономикой, да, потому что они поняли, что они сидят в полном нуле. Им нужно сейчас сделать войну везде для того, чтобы произвести обнуление, и с нуля опять все начать. Ну, 2000 лет они это уже делают, ну, не американцы, там есть ребята, которые двигают даже американцами, да, и в Москве мы будем говорить об этой экономике, которая 2000 лет это экономическому развитию. Это первый вариант развития, ничего не изменится, ничего. И второй вариант развития событий, это новая экономическая эволюция мира, это эволюционировать, это объединяться, это людям нужно образовываться, надо получать знания правильные, чтобы вы могли сами правильно оценивать ситуацию. Почему в Украине очень легко, опять же в Украине, почему, ну, я прожил там практически всю жизнь, но почему очень легко там сломали дух? Да потому что развитие многих украинцев, ну, честно скажу, вот сегодня общался с одним человеком, не сегодня, а где-то неделю назад, и он говорит, что, я говорю, у меня такое ощущение, что многие мои знакомые, многие, кого я знаю на Украине, они опустились по сознанию на 90-й год. А он говорит, а у меня такое ощущение, что на 35-й год. И это действительно так. И вот, а почему эта проблема? Нужно образовываться, нужно личностно расти, нужно получать знания новой эпохи. Вот сейчас мы организовываем так называемый Sky-университет, ну, пока есть название, мы еще не знаем, но к нам пришли люди, которые заинтересованы вести знания новой эпохи и давать людям правильное знание, чтобы они могли, первое, правильно оценивать ситуацию, правильно принимать решение, это второе. И третье, правильно действовать после этого. Потому что информации сегодня очень много, и человек, когда погружается в знания, иногда путается, иногда у него шарики за ролики заходят, потому что вал информационный идет. Надо правильно уметь оценить ситуацию, принять решение и правильно начать действовать. Спасибо за вопрос, я так немножко долго ответил философски, наверное, да? Ну, вы видите, замечательно, вы видите, вы видите. Спасибо вам большое за ваше выступление, за участие, спасибо. Пока мы здесь отвечаем на вопрос, один из наших гостей оплатил пакет с вольцомом и мобильником. Мобильник, карточка. Да, у меня там. Спасибо. Спасибо.